Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про книги, прочитанные и про книжные новинки, которые я в последнее время себе купила. И прочитанных книг, к сожалению, будет не так уж много, как-то, знаете, с чтением в последнее время было туго, но все равно они будут. И первая книга, с которой мы начнем, а эта книга, которую я купила просто как только, как только увидела ее на Озоне, сразу заказала и сразу же начала читать. Это проблемы безумно богатых азиатов. Вы, наверное, сейчас закатываете глаза. Вот я знаю, многие закатывают глаза и думают, опять эти богатые азиаты, зачем? Зачем ты это читаешь? На самом деле, я тоже думаю, зачем я это читаю? Вот реально сижу, каждую страницу переворачиваю, думаю, зачем я это читаю? Стоит ли читать это все дальше? Но если вы давно следите за моим каналом, вы знаете, что я частенько рассказывала про вот этот цикл безумно богатые азиаты. Это цикл писателя Кевина Квана, это сингапурско-американский писатель, но на самом деле он прославился именно вот этим вот циклом. Здесь идет речь про, как вы думаете, кого? Конечно, безумно богатых азиатов, про какие-то ультра, мега богатые азиатские сенья, знаете, настолько богатые, что их даже нет в списках Forbes. Типа, они настолько вот там просто такие деньжища, что они не хотят ни в каких журналах светиться. И, в общем, это третья часть этой трилогии, часть, которая, в общем-то, и закрывает, и раскрывает одновременно конец всего этого безобразия. Сюжет заключается в том, что бабушка семейства Янг находится при смерти. Ну и, разумеется, все семейство, вообще все персонажи, которых мы встречали на протяжении прошлых двух книг, они слетаются в Тиерсаль парк, чтобы, ну, не то, чтобы попрощаться с бабушкой, но и это тоже. А больше для того, чтобы узнать, что же бабушка кому оставила, потому что о богатстве бабушки ходят, ну, такие легенды, что вообще, знаете, в общем, все приехали, все приехали и ждут, что же будет дальше, что же будет в завещании. А в завещании все оказалось совсем не так, как думали многие богатые азиаты. Ну и по поводу этой книги, она, знаете, она вот такая же, как первые две. Вы как будто смотрите такой сериал, где все персонажи картонные, где все персонажи достаточно скучные и безумно предсказуемые. Хорошие персонажи остаются хорошими, плохие остаются плохими, выдумывают всякие новые козни, чтобы свергнуть хороших, и, в общем-то, ничего нового не происходит. Все вы можете предугадать еще, там, не знаю, с первых строчек каждой книги. И вообще по поводу этой книги, я недавно начала смотреть сериал на Нетфликсе, который называется Множество лиц Ита. И там две девушки сидят вечером и смотрят сериал про гламурную жизнь, такой, знаете, секс в большом городе. И одна девушка, она более такая реалистичная, она говорит второй, ну ты посмотри, ну как это может быть? Ведь у безработной девушки не может быть таких денег, чтобы покупать такие невероятные наряды. А вторая ей говорит, перестань, перестань, ты портишь мне все удовольствие, пусть это ложь, но ложь красивая. И вот такое чувство я испытываю, когда читаю эти книги, что здесь, конечно, все на самом деле очень красиво. И это из серии вот такого сериала богатые тоже плачут, типа такое богатство, такие машины, такие наряды, такие невероятные курорты, потрясающие дома. И вот это все действительно интересно читать, потому что как-то воображение сразу играет, и прям хочется, хочется больше вот этих красок в своей жизни. Ну а на деле вы понимаете, что на самом деле чтение достаточно бессодержательное. Единственное, что хорошего было во всей этой трилогии, это то, что, ну да, опять же, очень все красиво, даже в воображении и в фильме все очень красиво. Но второй момент в том, что если вы вообще интересуетесь Юго-Восточной Азией, ну в частности Сингапуром, вы узнаете какие-то интересные моменты, например, ну чуть-чуть про историю Сингапура. Прям совсем немножко, но все-таки узнаете. Или про какие-то интересные блюда, там, малайские, сингапурские, китайские блюда, они достаточно подробно в этих книгах описываются. Поэтому читать или не читать, конечно, дело ваше, но предупреждаю сразу, что это такое чиклет, это чтение на один раз, и после этого вы вряд ли вообще когда-либо еще вспомните про эти книжки. Кстати говоря, Кенвинг Ван написал уже четвертую книгу, но она была не из этой серии. Он последней книгой как бы уже закрыл историю, но немножко, знаете, оставил себе такой путь для того, чтобы написать еще парочку дальше. Но тем не менее, его четвертая книга, которая вышла в июне 2020 года, она, как ни странно, все-таки была уже не про безумно богатых азиатов. Так, что у нас дальше? А следующее, что я вам хочу рассказать, это то, что осень, это всегда время новых начинаний. Это время нового, свежего старта и также новых знаний, конечно же, даже если вы уже давно работаете. Хочу вам сказать, что если у вас случилась такая ситуация, что вы немножко зашли в тупик в своей профессии, на своей работе, вы чувствуете, что нет никакой перспективы, что та работа, которую вы сейчас выполняете, вам не нравится, и вообще вы хотели бы освоить какую-то новую профессию, овладеть какими-то навыками, которые именно сейчас востребованы и которые именно сейчас особенно ценятся. В общем, если вы поняли, что пора что-то менять, то следующая информация может быть для вас особенно интересна. Дело в том, что в этом октябре онлайн-университет Skillbox проводит бесплатные мастер-классы и открывает доступ к курсам по шести классным направлениям. Вы узнаете все о современных интересных профессиях в сфере дизайна, программирования, разработки игр, кино, маркетинга, и также сможете пройти занятия по повышению личной эффективности. Как это работает? Вы выбираете направление, регистрируетесь, потом получаете приглашение на серию онлайн-занятий и сразу же получаете бесплатный доступ к курсам до 25 октября. Онлайн-занятия помогут вам определиться, что конкретно вам интересно, а курсы уже сразу не откладывая приступить к освоению новой профессии. Вас ждут мастер-классы от экспертов индустрии, также подарки от партнеров и, безусловно, полезные навыки, которые с вами останутся на всю жизнь. Ну и самое главное, вас ждет первый шаг в новую, востребованную и классную профессию. Так что предлагаю вам не тратить больше времени на профессию, в которой вы не видите перспективы. Узнайте больше о новых классных интересных профессиях в сфере дизайна, разработки игр, кино, программирования и также маркетинга. Регистрируйтесь по ссылке внизу в инфобоксе и, в общем, начинайте новую жизнь, овладевайте новой классной современной и востребованной профессией. Ну, мы продолжаем с прочитанными книгами и следующая книга это лекции по искусству страшные сказки Дмитрия Макарова. Дмитрий Макаров это телеведущий телеканала Дождь, он там ведет тоже лекции по искусству, такую передачу. Ну и, в общем, это книга про сказки, как можно, в общем-то, понять из названия. Здесь он рассматривает сказки такие, как Красная шапочка, Золушка, Мальчик с пальчиком, Кот в сапогах, ну, такие, знаете, самые-самые известные. И надо сказать, что эту книгу я вот прям сразу тоже, когда я ее купила, я ее сразу начала читать, потому что она действительно невероятно интересная. И поначалу у вас такое впечатление, что Дмитрий Макаров, он просто, знаете, человек широчайшего кругозора. Ну и, на самом деле, постепенно в книге вы утверждаетесь в этой мысли, потому что, действительно, он настолько много дает каких-то отсылок к разным культурным явлениям, каким-то другим произведениям, которые связаны с теми или иными сказками, каким-то мифам. Это все замечательно, это безумно интересно читать, но, разумеется, его немного заносит на некоторых поворотах. Я бы сказала, когда он начинает сам рассуждать там про какие-то сексуальные комплексы героев или что-то в этом духе, ну, героев сказок я имею в виду, то там такая начинается уже отсебятина, и ты думаешь, нет, Дмитрий Макаров, нет, я так не думаю, я с тобой не согласна. Ну и, конечно, так как он телеведущий канала Дождь, у него есть немножечко такой момент с Советским Союзом, он частенько его упоминает, и зачастую это достаточно притянутые за уши упоминания и какие-то противоречащие здравому смыслу. Ну, как бы понятно. Все понятно, уже пора с этим свыкнуться, что сейчас в книгах достаточно часто именно вот какая-то такая тема про Советский Союз всплывает. В общем, книгу вам все равно советую, книга интересная, если вам вообще интересна тема там сказок, то я уверена, вы получите большое удовольствие. Следующая книга, которая мне тоже очень понравилась, я и в прошлый раз ее хвалила, это Мина Холланд, это редактор кулинарного приложения Guardian Fist, и, в общем-то, такая, знаете, супер красивая девушка, я когда открыла последнюю страницу, думаю, боже мой, боже мой, какая вообще красавица. Съедобный атлас это скорее книга антропологическая, чем какая-то кулинарная. То есть, на самом деле, это рассказ про какой-то регион мира, про разные регионы мира, и больше про исторические моменты, связанные с едой. То есть, какие блюда самые популярные, почему, какие ингредиенты самые популярные. Ну, допустим, возьмем Таиланд, там у нее очень большой раздел про Таиланд. Она рассказывает про своего дедушку, который жил в Таиланде, про там какие-то традиции тайской кухни, про ингредиенты, про то, какие блюда самые популярные, и про то, какие блюда нравятся больше всего лично ей. Ну, а затем она рассказывает про то, как готовить там, ну, буквально пару-тройку блюд. То есть, это уже как такой, знаете, раздел с рецептами. Замечательная книга, которая понравится, мне кажется, всем, кто любит путешествовать, и тем, конечно, кто интересуется кулинарией. То есть, читается больше как такой крепкий нон-фикшн на весьма такую, знаете, прикладную тему. Ну, то есть, и кулинария, и история, и антропология, и просто все вместе. Поэтому книжка хорошая, если где-то увидите, то советую вам в нее заглянуть, ну, как бы понять, интересно вам вообще или нет, нравится вам, как она написана или нет. И, скорее всего, вы останетесь от нее в восторге. Это, кстати, хороший подарок на, там, какой-нибудь день рождения или на Новый год. Дальше у нас книжка «Мой собственный Париж». Я бы не сказала, что я прям горела неимоверным желанием ее скорее прочитать, но как так получилось. Но это такой прям вот секс в большом городе, только в Париже, только состоящий из разных новелл от разных авторов. Здесь собрано, по-моему, 18 разных писательниц, причем достаточно известные некоторые из них. Одна писательница, я даже удивилась, я читала, вообще-то, ее роман. Это была, сейчас скажу вам, Пола Маклейн, которая написала роман «Парижская жена». Это роман про Хедли, первую жену Эрнеста Хемингуэя. И еще, кстати, есть очень хорошая книга, которая также посвящена женам Эрнеста Хемингуэя. Наоми Вудс «Миссис Хемингуэй». Называется, если вы не читали, тоже советую вам почитать, если вы вообще в курсе, как бы, биографии Эрнеста Хемингуэя. Ну, в общем, это сборник милых историй о Париже. И большинство из них, мне кажется, да, как раз вдохновлены праздником, который всегда с тобой, того же самого Хемингуэя. Многие авторы здесь этого и не скрывают. И в основном это просто такие короткие истории про личную какую-то, про какую-то личную историю, которая у конкретного автора связана с Парижем. Там кто-то в Париже развелся, кто-то в Париже влюбился, кто-то просто с детьми там ходил по всем музеям. И у всех осталось какое-то свое впечатление, они дают еще какие-то рекомендации, типа, что делать в Париже, куда идти в Париже, любимые моменты в Париже. Мило, симпатично, нет там какого-то, знаете, прям, не знаю, секса, разврата или каких-то таких вещей. Если вы вот просто любите искренне Париж или любите такую легкую женскую, женскую все-таки прозу, то тоже вполне возможно вам эта книга понравится. Дальше у нас новенькие книжки, новенькие книжки. И, кстати, здесь опять будет Япония, предупреждаю вас, но не особо много. Так что, кому эта тема не так уж и сильно интересна, не расстраивайтесь. Так, с чего бы нам начать? Давайте начнем с книги, которая называется «Три вещи, которые нужно знать о ракетах», потому что это довольно интересный, на самом деле, случай. Написала ее Джессика Фокс. Джессика Фокс — это сотрудница НАСА, как я понимаю, бывшая, и отчасти поэтому книга так называется. И, кроме того, она еще и продюсер из Лос-Анджелеса. А, кроме того, она бывшая девушка Шона Байтл. Шон Байтл — это тот самый человек, который написал дневник книготорговца, который вышел аж в двух частях, и который мы с вами уже на протяжении нескольких лет читаем. Это достаточно популярная, ну, серия уже, можно сказать, истории про то, как в Виктауне, это шотландский город, проходит ежегодно большой книжный фестиваль. Это вообще считается такая книжная столица Шотландии. Я думаю, что, наверное, в Великобритании тоже. И в этом городе есть книжный магазин. Самый известный, ну, я не знаю, он, наверное, там вообще единственный в этом городе книжный магазин, потому что это какая-то глухомань, в котором работает сам Шон Байтл. Он им владеет. И, в общем, он просто вел дневник про то, как проходит у него каждый день. Это крайне умиротворяющее чтение, оно, честно говоря, достаточно занудное, как и любое умиротворяющее чтение, но есть в этом какой-то интерес, есть в этом прям такой английско-шотландский юмор, который многие любят, и я тоже очень люблю. Ну, и, в общем, у этого самого Шона Байтла была девушка на протяжении первого романа, и, по-моему, во втором романе они уже окончательно расстались. Он ее проводил там обратно в Америку, и все, все. В общем, на этом их отношения закончились. И эту девушку в романе звали Анна. На самом деле это была Джессика Фокс. И вот эта книга «Три вещи, о которой нужно знать о ракетах», она упоминается неоднократно в дневнике книга торговца, как та самая книга, которую написала его девушка Анна. На самом деле Джессика Фокс. И вот эта книга, она вышла раньше, то есть она впервые вышла в 2013 году, а книга Шона Байтла первая вышла в 2017 году. Еще один интересный момент. Момент касается того, мы с вами дойдем к тому, про что, собственно, эта книга. А ладно, давайте сразу скажу, она тоже про Уиктаун, тоже про этот книжный магазин. И здесь даже есть дневник девушки-книга торговца. Вот такая вот подпись. Я думаю, что Джессике Фокс это не очень бы понравилось, потому что как бы почему она где-то становится известна благодаря книге своего бывшего парня, которая к тому же еще вышла позже, чем ее книга. И которую он вообще-то, получается, у нее немножечко и слезал, потому что это и есть дневник девушки-книга торговца. Здесь идет речь, собственно, про вот этот вот книжный магазин, про ее жизнь там, про то, как она решила устроиться на работу в книжный магазин. Я, правда, не поняла еще, почему она решила так сделать, когда она еще жила в Америке, и как она туда приехала, как у них там началась любовь вообще, что происходило в этом книжном магазине. Так вот, интересный момент. Этой весной, когда все сидели по домам, у азбуки была трансляция в инстаграме с Шоном Байтелом. Я вообще совершенно случайно попала на эту трансляцию, смотрела эту трансляцию, и ее он вел со своей женой, представляете? И жена эта оказалась русской. То есть, понятное дело, что это не Джессика Фокс, не Анна из его романа, это русская девушка, которая, в общем-то, прекрасно говорила по-русски, ему там приводила какие-то моменты, которые были во время этой трансляции, и они вместе выступали вот со стороны этого книжного магазина. Так что, интересно, жизнь складывается очень неожиданно. Ну, в общем, если вы любите дневник книготорговцы, то вы можете прочитать и эту новую книгу. Так, что у нас дальше? Лев Толстой очень любил детей. Эта книга, которая меня привлекла тем, что здесь написано «Анекдоты о писателях, приписываемых Хармсу». Я вообще большая поклонница Даниила Хармса. Он, я считаю, гениальный, конечно, совершенно юморист. Ну, он занимался и многими другими вещами творческими, но все-таки его именно юмористические произведения, они на меня производят намного большее впечатление, чем, например, там какие-то его стихотворные произведения для детей, благодаря которым он все-таки стал известен. Несмотря на то, что Хармс закончил свои дни в психиатрической лечебнице, его юмор совершенно замечательный, он, конечно, абсурдный, он иногда просто ошеломляюще откровенный, при этом он не бывает, как мне кажется, каким-то вульгарным и сохраняет в себе интеллигентность. Но многим не понравится, потому что, ну, это, знаете, очень специфический такой черный достаточно юмор. И было много всяких анекдотов про писателей, про разных, которые ошибочно были приписаны Данилу Хармсу, потому что они были выполнены именно в его такой узнаваемой манере. Эти анекдоты вообще ходили в народе, они перепечатывались в сам издате в 70-х годов. Но, оказывается, эти анекдоты были написаны вовсе даже не Хармсом, а Натальей Доброхотовой, Майковой и Владимиром Пятницким. Надеюсь, что я правильно ставлю ударение в их фамилиях. И они написали небольшой сборничек, который назывался «Веселые ребята». Сборник этот был из анекдотов про разных писателей. Ну, там, Гоголь, Пушкин, Толстой, традиционные такие действующие лица этих анекдотов. Все это они проиллюстрировали своими рисунками, потому что они были именно оформителями книг. Ну, и, в общем-то, все это ушло в народ, стало очень популярно. Но постепенно забыла, что это все-таки имеет своих авторов, и многие думали, что это все принадлежит Данилу Хармсу. Эта книга содержит, собственно, вот этот вот кусочек самих веселых ребят, и также большая часть это про биографию вот этих двух авторов, про то, как складывалась судьба этой книги, и вообще про то, как обстояло время, как обстояло дело, точнее, в то время, когда все это вышло впервые. Вот такая книга, поэтому это, конечно, интересно исключительно тем, кто там любит Хармса или подобный юмор, и вообще, кто там интересуется каким-то самым датам 70-х годов. Вот такая вот книга. Дальше мы переходим к корейской теме. Сейчас появился новый жанр, который у нас издает АСТ. Ну, не жанр, в общем, у них такая серия новая появилась, которая называется Кей-триллер, то есть корейский триллер. Представляете? Наконец-то у нас начинают сильно, прям вот активно издавать всяких авторов восточных, например, китайских фантастов у нас стали публиковать, это очень здорово. И также известных корейских, японских, например, авторов тоже начинают активно у нас публиковать. Раньше вообще не публиковали, там с конца, нет, с начала 90-х годов вообще никаких книг, по-моему, и не было. И это небольшой такой детектив, который называется Мемуары убийцы. Это детектив-триллер известного корейского автора, которого зовут Ким Йон Ха. Это триллер, посвященный серийному убийце, который оставил свое призвание уже 25 лет как. У него есть приемная дочь, которая является дочерью его последней жертвы. И за этой девочкой, которая уже не девочка, а девушка, начинает там ухаживать какой-то странный молодой человек. И, кроме того, начинают происходить опять убийства серийные. И вот этот вот главный герой, в общем, начинает как-то пытаться это все расследовать. Кто же, кто же, ведь я сам серийный убийца, кто лучше, чем я, сможет, в общем, поймать вот этого нового серийного убийцу. Этому посвящен этот триллер. Как написано в аннотации, все будет закручено, все будет лихо и с неожиданным финтом сюжета в конце. Ну, я надеюсь, что мне понравится, как мне понравились вот эти японские ханкаку-детективы. Раз заговорили про Японию, давайте быстренько и по Японии пройдемся. Книга просто моей мечты. Япония, история и культура автора Нэнси Сталкер. Нэнси Сталкер это профессор исторического факультета Гавайского университета. И она специалист именно по Японии. Эта книга, это антропологическое, знаете, антропологическое культурное исследование по Японии, связанное с ее историей. Ну, то есть, понятно, здесь от раннего периода японской истории до современности. И если говорить про какие-то ранние периоды исторические, то там, конечно, с культурой все не очень интересно. Какие-нибудь там узорные гончарные изделия и что-то такое. Потом в среднем периоде начинаются какие-то уже изобразительные искусства. Потом начинается музыка. Но самое интересное, конечно, начинается с периода Мэдзи. И самое-самое классное начинается уже во время русско-японской войны, во время Второй мировой войны. И потом, вот потом, просто, знаете, взрыв, взрыв самого-самого интересного. Ну, и современность тоже, конечно, замечательная. Здесь она пишет и про аниме, и про Хаяю Миядзаки, и про современных японских авторов. В общем, про современных айдолов японских. Просто замечательно. Я обожаю такое чтение. Если вы тоже любите, то вот у Альпина Нонфикшн стали выходить такие чудесные книги про Японию. Так что советую вам обратить свое внимание. Следующая книга тоже про Японию. Это букинистическое издание, которое называется «Японская фантастическая проза». Издана эта книга была в 89-м году, кстати говоря, год моего рождения. Ах, давно это было, но хороший был год. И здесь, в этой книге содержатся два произведения. Одно из которых я читала, которое называется «Совсем как человек» Коба Аба. И я вам про него рассказывала. Это очень короткая повесть. Повесть она в переводе, вообще-то, Аркадия Стругацкого. Но здесь она в другом переводе, в переводе Берешколы. Интересно будет почитать в другой версии, потому что версия Стругацкого мне просто безумно понравилась. И второе произведение, точнее первое произведение, это достаточно крупный роман автора Сакё Кумацо. Называется «Гибель дракона». Это произведение было написано, по-моему, в 70-е годы или в 60-е годы. В общем, это один из знаковых японских фантастических романов. Действие происходит в 60-е, и оказывается, что японские острова погружаются под воду. То есть происходит какая-то тектоническая активность, вулканы извергаются. И, в общем, всякие природные катастрофы происходят. Но это достаточно психологический роман, который рассказывает про деятельность мужчины, который работает в службе спасения. Ну, они стараются, в общем, всех людей перевести в другие страны. Соответственно, тысячи японцев оказываются без своего родного дома. И там очень сложная вот эта вся история. Ну, и Япония постепенно уходит под воду. Кстати говоря, в 2006 году было выпущено продолжение этого романа. Но, не знаю, если мне понравится первая часть, возможно, я ее тоже прочитаю. Вот такое вот интересное букинистическое издание. Дальше у нас книга, которая называется «Первая мировая война. Катастрофа 1914 года». Историка Макса Хейстингса. Макс Хейстингс это достаточно именитый британский историк. И обычно я не очень люблю, знаете, книги, написанные зарубежными авторами про, так скажем, события, которые происходили не в той стране, к которой они сами принадлежат. Но в данном случае Первая мировая война, безусловно, затрагивала Великобританию. И поэтому он имеет полное право, на мой взгляд, стоять на моей книжной полочке. И это просто огроменный вот такой том с анализом тех происшествий, которые случились в 1914 году. Очень подробно он там все это рассматривает. И он, знаете, такой горячий мужчина, как я поняла, горячего темперамента. Потому что здесь он прям вообще рассказывает, какие все были некомпетентны. Как все неправильно там принимали решения. И в том числе и британские командиры, и немецкие, и всех остальных стран, участвующих в этой войне. Ну, в общем, масштабная, масштабная книга. И обычно с такими книгами, конечно, не скоро получается их прочитать. Но надеюсь, что все-таки в какой-то момент я ее оселю. И эта новая серия, которая называется История, тоже от Альпина Нонфикшн. Я эту книгу видела еще, наверное, месяц назад в магазине. У них там есть еще Древний Рим. Еще что у них есть? По-моему, Война Аллы и Берлые Розы у них тоже есть в этой серии. Но решила, что все-таки вот. И сейчас я созрела, чтобы купить про Первую мировую войну книгу. Следующая книга называется Светила писательницы Элеонор Каттон. На самом деле, этот роман вышел достаточно давно. И в 2013 году он получил Букеровскую премию. Но, тем не менее, он не был достаточно известен в России. Как я понимаю, это роман, действие которого происходит в Новой Зеландии во времена Золотой Лихорадки. И один из старателей оказывается убит. Вокруг него вьется множество людей, каждый из которых мог иметь мотив. Ну, классический такой сюжет, да, классическая завязка. Но что интересно в этом романе, это то, что все, что там происходит, связано с небесными телами. Но, на самом деле, связано с астрологией. Потому что у всех вот этих персонажей, у них там разные знаки Зодиака. И как-то они себя по-особенному ведут. В общем, положение планет определяет их поступки. Это, конечно, знаете, хорошо, что это художественное произведение. То есть, в рамках художественного произведения это все замечательно. И все эти истории про астрологию я всецело в рамках художественного произведения приветствую. Так что, надеюсь, что это будет действительно интересный и классный роман. И сейчас его активно издают в России. Причем есть вот такая обложка, мягкая, такая самая простая. Есть еще кинообложка, потому что вышел сериал недавно, в этом году, как раз, где главную роль сыграла Ева Грин. Как раз его цветила и вроде как заслужила какие-то очень положительные отзывы. В сериале всего 6 серий, так что, может быть, даже и посмотрю сериал. Может быть, вы смотрели сериал, так что теперь вы можете прочитать еще и книгу. И последняя книга на сегодня называется Soulmate, то есть родственная душа. Написана она Хелен Фишер. Хелен Фишер, как ни странно, она не там коуч по нахождению своей второй половины. Она ученый-антрополог. И она больше 30 лет ведет исследования по части любви. Почему у людей возникает привязанность, что такое любовь, почему как там пары складываются и подобные вещи. Причем она это все пытается объяснить исключительно, и исключительно с научной точки зрения. Она считает, что на эти вещи влияет, например, химический состав мозга. Также, безусловно, там какой-то ваш социальный статус, социальный бэкграунд. Ваша наследственность влияет на то, какого партнера вы будете себе искать и с каким партнером вы в результате будете счастливы. В общем-то, главный вопрос, который поднимается в этой книге, почему в одних влюбляются, а других совершенно игнорируют и не замечают. Еще, кстати, Хелен Фишер, она пытается привести вот эти вот все платонические моменты к типологии, которые называются типология Дэвида Кейрси. В этой типологии, согласно ей, существуют такие типы темперамента. Это исследователь, строитель, начальник и переговорщик. Честно говоря, я немножко, знаете, скептически всегда отношусь к любым типологизациям личности. Но, тем не менее, интересно будет все-таки узнать, как там к этому все приводит у Хелен Фишер, почему, почему так происходит. И вроде как там основная идея в том, что насколько у вас много или мало определенных гормонов, к такому типу темперамента любовного вы и принадлежите. Ну, так что почитаю и потом вам расскажу все-таки полезная эта книга или нет. Ну, не то, чтобы я искала, как бы, любовь на всю жизнь, как здесь написано, но, тем не менее, просто интересно узнать, что же там за новые исследования такие. В общем, такие были дела, такие были книги. Не забывайте записываться в скиллбокс. Ссылка будет внизу в инфобоксе под этим видео. Меняйте свою жизнь, овладевайте новой профессией. Я вам желаю сегодня замечательного дня, прекрасного настроения и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»